Всем привет дорогие друзья, с вами Яксенанас и сегодняшнее видео у нас посвящено отдельному слоту для ТП. Да, это настало, это возможно и это работает. Уже пофиксили огромное количество багов, которые нам мешали в начале всего вот этого процесса, да, когда только карта вышла. Ну и что мы теперь имеем? Слот отдельный теперь у нас имеется под телепорт. Он находится у нас вот здесь, раньше здесь была кнопка патрулирования. Хоткей у нас P, то есть он так у нас тут и остался, хоткей P, но чуть позже расскажу как можно этот хоткей поменять и как в целом можно теперь использовать этот телепорт. Данные телепорты теперь у нас не мешают инвентарю, то есть у нас теперь может быть 100% на 6 слотов, при том что в начальной игре, в середине и так далее. То есть в лейтгейме тоже не будет у нас здесь вмешаться телепорт, можно будет конечно же тревел взять, если вы любитель тревелов. Но можно будет тревела в принципе и не брать, если у вас хороший МС на герои, то есть есть такие герои, на которых МС в принципе не особо важен. И вы сможете спокойно юзать вот этот 7 слот, 8 получается слот, нет, 9, потому что 2 слота это муншард, плюс соответственно аганим от алхимика. Ну и конечно же вот здесь эта ТПшка не будет вам мешать. В целом как у нас и что тут работает? Вот этот телепортик у нас здесь, так же его можно заюзать. У меня стоит уже Hotkey на этот телепорт, у меня Hotkey Caps, потому что у меня вся клавиатура загружена, но не суть. Нажимаем телепорт, соответственно и персонаж ТПшка. При этом есть вот такая вот интересная анимация этого телепорта. В первых версиях эта анимация задерживала телепорт. То есть, соответственно, сначала персонаж кастовал что-то, а потом начинал телепортироваться. Сейчас это все пофиксили, за это максимальный респект. Следующий момент, все максимально просто. Просто ТПшится и все персонаж. Второе ТП, конечно же, дольше, это не суть. В принципе, с телепортом тут все максимально понятно. Давайте теперь подскажу, как можно настроить Hotkey по телепорту. И, конечно же, как все это у нас будет работать с тревелами. И каких нужно опасаться моментов, чтобы не накосячить с вот этим забитым слотом. Поехали! Итак, переносимся мы на мой рабочий стол, где у нас открыт уже лаунчер. И также лаунчер открыт у вас, для того, чтобы все это настроить. Для того, чтобы выставить вот этот телепорт на отдельный слот, на отдельную кнопочку, для того, чтобы вы смогли быстренько, как говорится, телепортироваться по Hotkey, у нас тут есть один момент. Включаете вот эту клавишу управления. Смотрите. И обязательно выставляете весь здесь стандарт. М, С, Х и А. Это те кнопки, которые позволяют вам ласхитить, останавливать героя, стопить просто его, либо упираться в Рошана с помощью М, либо ласхитить на А, либо таргет на ласхитить. Это стандартные кнопки. Также можете еще прокачку скиллов здесь выставить, если вам это необходимо. Ну и самая главная кнопка, это вот эта кнопка. Это кнопка, под которой у нас выделен здесь телепорт. Она у меня стоит на капс. Ставил я ее на капс и все. В принципе, никаких проблем не должно быть. Но у меня были некоторые моменты, когда курьер как-то неадекватно себя ведет. Но если кто-то с такой темой сталкивался и знает, как это пофиксить, то внизу в комментариях дополните. В целом, короче, ставите здесь кнопку на капс. Или на какую вам удобно в целом. Я не говорю вам на капс, просто у меня вся клава забита. У меня пробел слэш 4-5, йотап. Получается все под рукой. И капс единственная кнопка, которая у меня не загружена. Боковые кнопки мыши у меня это переключение персонажей. И на мышку также я двигаю еще и карту, зажимая колесо. То есть, соответственно, как-то так вот раскидал я. Ну и теперь давайте поговорим о основных моментах с телепортом. Как выставить хоткей на ТП, я рассказал. Следующие моменты, которые я хочу поднять, это, конечно же, сам чейнджлок. Для того, чтобы открыть чейнджлок, это нужно зайти на сайт. Но я, как говорится, вот-вот здесь, я там его сразу вынесу. Смотрите, Scroll of Town Portal. Обновление для свитка телепортации. Сделан отдельный слот, куда будет складываться свиток. Соответственно, вот он здесь у нас сложен. Следующее. Свиток телепортации нельзя продать и выложить. Это огромный минус. И как бороться с этим минусом, я вам рассказываю. Вот если вы хотите сейчас взять тревела, обязательно, либо вот эти ТПшки даюзайте, чтобы у вас здесь слот освободился. Просто вы, если сейчас купите условный тревел, вот я вам сейчас покажу, ИТМ, ИТМ-283, все, вы не сможете его здесь никуда ничего. Никогда, вообще никуда ничего не переместить. То есть, если вы закупили там 10 телепортов, то, к сожалению, у вас будет небольшая проблема с этими телепортами. Ну вот, я сейчас ТПшку нажал от скролла, и у меня списался один скролл. Это забавная тема, то есть, вы можете, по сути, вот так его списывать. Блин, это так бредово, что если я накупил там 2-3 ТП, я не могу их никуда деть уже, мне не продать их, ничего. Просто вот здесь вот, как говорится, слот, чтобы опустошить, нужно будет их попереюзать. Но это такая мелочь, по сути. Окей, идем дальше. При покупке свитка он будет автоматически положен в отдельный слот. Это грамотно. Следующий момент. При поднятии свитка он будет автоматически положен в отдельный слот. Также грамотно. Курьер переносит свиток, как артефакт, в инвентаре. Но героя приносит и складывает в отдельный слот. Да, кстати, у курьеров у нас тут имеется такая приколюха. Курьер у нас держит этот телепорт в слоте. В слоте инвентаря. В слоте инвентаря. Что самое интересное. То есть, условно, я покупаю несколько ЛТПшек. Вот у меня здесь в слоте инвентаря. И при том моменте, когда СФ получает ЛТПшку, получает эту ЛТПшку, вот курьер, смотрите, на ТА. Так у меня же герой, может быть, не тот несколько героев. Все, он положился у нас ТП вот сюда. Все грамотно, все красиво, все аккуратно. Следующий момент. Двойное нажатие свитка больше не работает. Альтернатива Shift плюс нажатие на свиток. Если честно, первое время и сейчас я пользуюсь именно быстрым ТП с помощью вот такой темы. Либо нажимаете Shift и сюда просто кликайте ЛКМом. Именно важно зажатие Shift. Без Shift не работает. То есть, если вы пытаетесь вот, вот я пытаюсь нажать, да, ЛКМом. Все, у меня указано, куда ТПшиться. И все, больше не работает. Можно нажимать. Либо я это делал вот так вот. То есть, вот так вот раз-раз. И резко вот сюда переводите мышку. И либо так ТПшитесь. Либо вы делаете это немного по-другому. С помощью особого хоткея, который вы выставили. Так, а можно мне ТП купить? Вот я покупаю ТП. Все, так непривычно, что здесь ТПшки не появляются. И ты начинаешь думать, что ты ТП не купил. И покупаешь больше ТП. Либо можно сделать немного по-другому. Телепорт. Фастовый телепорт на базу. Так как у нас обязательная кнопка для ТП это Shift. И мы забиндели на особую кнопку наш ТП. А конкретно я забиндел на Caps. То вам достаточно просто сделать вот такое нажатие. Вот смотрите, я вам сейчас покажу. Вот условно, как выглядит это у меня. Shift Caps. Все, и персонаж сам отправляется на базу. То есть вы поняли, да, момент? То есть можно сделать это именно вот так. То есть если у вас, допустим, ТПшка стоит на какую-то другую. На тройку, на четверку, на восьмерку. То есть вам нужно Shift 5 нажать условно. Да, то есть Shift 5. У вас сразу персонаж полетит на базу. Это удобно. Это удобно. Это одобряем. Остальная механика свитка осталась прежняя, как написано. Да, в принципе, я не заметил каких-то проблем, багов и тому подобное. Если в первых версиях у нас багался даггер и мы не могли блинкануться, то все это здесь пофикшено. Следующее. Горячие клавиши. Горячий Shift плюс нажатие свитка автоматически фильтрует на фонтан, я тоже сказал. Хоткей для использования свитка. П это стандартный хоткей. Хоткей можно изменить в лаунчере. В лаунчере хоткей мы уже поменяли. Ну что ж, в принципе, по всем микромоментам этого обновления, с которым связана вот эта вот телепортация, да, все, все вот эти свитки, мы поговорили. Теперь поговорим о минусах и плюсах. Итак, давайте поговорим о минусах. Я думаю, минусы это самое важное и самое главное, о чем мы должны поговорить. Самый первый и главный минус это то, что мы сейчас поменяем мету. Мету с помощью этих телепортов. Каким моментом? Тем, что, возможно, все будут игнорировать травела и будут оставлять либо ПТшку, либо ФАЗы, либо Транквилла, либо Гривсы. И, конечно же, конечно же, не использовать никаких травелов. Почему? Потому что у нас есть отдельный слот под ТП и зачем нам все это нужно? Это первый момент. Я считаю, что это минус. Это может очень сильно пошатнуть персонажей, которые сплитпушат. То есть я очень часто, я игрок как по сплитпушу, очень часто прохожусь и для меня будет немного проблематично тем, что я буду знать потенциально, что у всех моих оппонентов, несмотря на то, что у них нет в инвентаре ТП и нету травелов, они все равно могут прилететь на базу. Это поменяет мету немножко. Я лично так считаю. Это первый минус. Второй минус это то, что телепорты не видно у врагов. Как можно было это не сделать, я не понимаю. То есть, смотрите, если условно вот так вот у Найкса видно, то есть когда я его могу контролить, это вражеский Найкс, у него есть два телепорта. Но когда я выключаю эту тему, соответственно, я не вижу его телепорты. При том, что его телепорты сюда не ложатся, как вы уже поняли. Это огромнейший минус, который не позволит вам быть уверенным, что на базу, которую вы сплитуете, кто-то не прилетит, чтобы задефить. Поэтому это огромнейший минус. Следующий минус, который я лично заметил, это то, что, насколько я помню, у медведя, у Сулавира, теперь медведь не может как-то передавать телепорты. По-моему, он у него лежит вот здесь. Сейчас мы это посмотрим. Итак, заспаунил я медведя. И у медведя в инвентаре также остается этот телепорт. Этот телепорт можно все-таки переложить. Да, тут я ошибся, конечно же. Ну и в целом, короче, теперь я не могу слоны друида переложить условный телепорт для медведя, чтобы он улетел на базу. То есть вот это тоже такой небольшой минус, но это минус, касаемый именно этого персонажа, который я заметил. Ну и в принципе, в принципе, вроде больше я никаких особо минусов не заметил с этим телепортом. Поэтому напишите в комментариях, может быть, что-то дополните. И, конечно же, эта информация будет очень важна для всех тех, кто сейчас вообще ничего не понимает, что происходит, почему здесь телепорт и что с ним делать. Ну и касаемо плюсов, это, конечно же, что у вас разгружен вот здесь вот инвентарь. Это основной плюс в том, что это удобно. Я не могу сказать, что это удобно. Лично мне пока что максимально неудобно. Я думаю, что третьим минусом это то, что это пока максимально неудобно. Я не могу к этому привыкнуть никак. То есть бинды, нужно к биндам к этим привыкнуть, да, чтобы немножечко пытаться раскидывать эти кнопки как-то вот более грамотно, да. То есть это первое время, максимально никому сейчас это не будет привычно. И я считаю, что это лютый минус. Ну а касаемо плюсов, все-таки разгруженный инвентарь, это очень круто. Возможность иметь просто захламленный вот так вот инвентарь и при этом еще иметь возможность телепортнуться. То есть для саппорта это прям вообще золотая жила. Ну, будьте уверены, найдутся люди, которые не имеют телепорта для того, чтобы затпшиться и задефать базу. Ну и на этом все, друзья. Вот это обновление на самом деле очень крутое. Я надеюсь, вам более чем понятно, как работает Hotkey, какой весь чинчлок я рассказал. Ну и, конечно же, пожелаю вам хорошего дня, вечера, утра. Не забывайте про стримы, не забывайте подписываться на YouTube, на TG, на Twitch, на Boosty и, конечно же, залетать на стримы. Надеюсь, данная информация для вас была полезна. Ну и на этом все. С вами был Ксеназис и до скорого. Покупайте телепорты. Не носите травела, ведь они теперь не нужны. На самом деле нужны. С травелами все работает корректно. Так же, как и работало. Дабл клики. И, конечно же, море позитива. Все это имеется.